Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотел бы сделать еще один небольшой урок на тему недельной главы Вайкаи. Мне это очень важно, потому что наша недельная глава рассматривает детали, очень много деталей, практические детали. Деталь за деталью, деталь за деталью. Спрашивается, зачем детали? Нам надо знать глобальную идею. Храм, вот он храм, в нем будет открываться это, мы будем видеть в храме это, нужно, чтобы там приносили жертвы. А из чего делаются детали? Для этого есть рабочий, который будет заниматься. Но если у человека есть большая идея, и он хочет, чтобы она вылилась, действительно, он должен уметь опускаться до деталей. Это не значит, что он должен опуститься и быть только рабочим. Он должен понимать хотя бы на каком-то уровне, что он хочет сделать. Каждая деталь должен делать руководитель, должен делать человек. И поэтому настоящий руководитель, это не только человек, который умеет дать идею и дать приказ. Руководители с него берут пример. Один из примеров, который я слышал, если руководитель идет, стоит кулер, и возле кулера стоит много стаканов. И он берет стаканы, и там 2-3, и он не смотрит на них, а наливает. Если он не отделит один стакан от другого, то это говорит, если он отделяет эти детали один стакан от другого, говорит о важности у деталей. Если у него важны детали, он является большим примером на другой. Когда мы не замечаем детали, мы можем обидеть другого человека, мы можем не понять другого человека, и мы можем абсолютно ничего не понимать. Мы видим, как люди высокого полета, на первый взгляд, которые отличные теоретики, знают все, и они даже живут в своем особом мире, они не могут осуществить свою идею на практике, потому что на практике нужно спускаться в наш мир. То есть, как говорят, он не от мира всего. Что значит не от мира всего? Это не значит, что он в этом мире не умеет взаимодействовать с этим миром. Он не сможет проявить свои идеи в этом мире. Он может только говорить, он может быть только прекрасным теоретиком, но если он не сможет заниматься практикой, не сможет спускаться для практики, для маленьких деталей он не сможет быть никем. Это, как говорится, как и в других вещах, не только в этом, даже в своей семье. Даже в своей семье он не сможет быть практиком. И поэтому есть история, когда было видно, что один из сынов Рэба, он был более талантливый, более как бы видел, что все, но Рэба хотел другого сына видеть Рэба. Почему? Потому что он говорит, мне не нужно только, чтобы это было в теории, мне надо, чтобы это спустилось в наш мир. А этот человек так и да спустит этот наш мир, потому что он понимает, как устроен этот мир. Он находится и там, и здесь, он не оторван от этого мира. И мы видим многих людей, которые оторваны от этого мира. Они могут быть преподавателями Ишиев, они могут быть еще кем-то, но они не могут спуститься до проблем семьи, семейных проблем или еще чего-то. Он не понимает, что семья это детали, которые если ты не будешь спускаться, тогда ты не поймешь. Если ты не будешь интересоваться, чем занимается твой ребенок, и не в какие-то детали, тогда никогда не поймешь, где ты его упустил. Если ты создал семью и думаешь, что ты будешь решать глобальные вопросы, говорить о любви и о всем другом, но не будешь понимать, что кто-то должен помыть посуду, надо нанять, может, человека, если ты сам не умеешь или не хочешь, или ты должен купить букет цветов, сделать какие-то вещи, это детали. И иногда люди не замечают этих деталей из-за глобального мышления. Глобальное мышление должно также возвращаться в детали. И где мы это видим, мы видим это у нашего Ребба. У нашего Ребба мы видим, насколько для него важны были детали. Не только глобальные вещи, но и детали. Я хотел рассказать несколько историй от Реббы. Одна из историй, что Ребба раздавал доллары. Ребба раздавал доллары. Спросу с этим вопросом. Ребба, великий человек, почему он стоит и раздает доллары? То есть он может взять пачку долларов, сказать, вот ты мой секретарь, поручить ему, дать свое благословение и сказать, это святой доллар. Ребба, раздавай ты. Но тогда он не спустится к людям, не поймет их, не почувствует. А он хотел чувствовать свой народ. И поэтому этому нужно. И он раздавал это лично. Рассказывается очень интересный момент, что такое спуститься до деталей. Насколько быть настоящим руководителем. Когда Ребба раздавал доллары, к нему подошла девочка со своей куклой. Ребба остановился и спросил, как зовут твою куклу. Она сказала, я зовут так-то и так-то. Ты пришла не одна, ты пришла с куклой, поэтому вот доллар тебе, а вот доллар твоей куклы. Ребба спустился до уровня куклы. То есть, чтобы дать до уровня девочке, чтобы дать доллар этой кукле. Потому что он думает о деталях, которые важны этой девочке. Который будет помнить это всю жизнь и будет чувствовать, что такое Ребба. Или еще другой пример. Когда Ребба, вы знаете, на самом деле, кто получал в Америке больше всего писем. Ну, получали, может быть, еще и парламент Америки, президент. Но читал больше всего Ребба. И Ребба распечатывал лично каждое письмо. И читал, и там переписка, которая поступала у Ребба, была больше, чем переписка всего мира, наверное. И когда Ребба распечатывал, он распечатывал руками. Это очень тяжело, болели руки и все остальное. И мы решили сделать машинку, дали машинку, которая распечатывала письма. И Ребба не захотел ей пользоваться. Он сказал, то, что евреи своими слезами заклеивали, я буду открывать машинкой. То есть, насколько для Реббы была важна даже вот такая его деталь. Насколько он это прочувствовал. И мы видим, что без детального понимания, без детального спуска, ты не можешь быть руководителем. Ты не можешь быть никем. То есть, ты должен уметь спуститься в наш мир. И поэтому сказано, голос Якова, а руки, руки Эйсова. Должны быть руки Эйсова, которые умеют понимать задумку и задачи этого мира. То есть, если ты хочешь действительно быть удачливым, если ты хочешь выполнить функции, которые на тебя возложены, ты должен не только быть на небесах, ты должен стоять так же и на ногах. Ты должен понимать, как устроен этот мир. Ты должен понимать, зачем ты это делаешь. Ты должен понимать, для чего это делаешь, и как важность той или иной работы в этом мире. Красивый пример, который я слышал на уроке, это колоссально классный пример, который просто олицетворяет это. Пример такой, что без деталей невозможно осуществить практику. Один раввин известный, он организовал открытие синагоги, я не знаю, какого-то Бейтхабада. И Бейтхабад был очень красивый, и все остальное, он продумал все детали. Как он скажет каждое слово, кого пригласить, казалось бы, он продумал детали. Глобальную вещь он продумал, но оказалась одна вещь, он не продумал одной вещи. Ну, там нужно было по сценарию прибить низузу, но он подумал, кто ее будет прибивать, что скажет кто-то. Глобальная вещь, но оказалось, что в доме Бейтхабаде не было молотка и гвоздей. Да, без молотка и гвоздей ты не прибьешь низузу. Как бы ты ни думал глобально, кого бы ты не пригласил, нужны детали. И эти детали, понятно, что не должен заниматься руководитель всеми мелочами, не должен думать, как это, но он должен понимать, как это работает, он должен понимать, что нужно, чтобы кто-то нашелся, который подумает о молотке, подумает о том, подумает о том, поэтому есть секретарь, к примеру, который напоминает вещи, чтобы человек не забыл. Ну, кто говорит, что напомнит? Говорит, раввин. Не раввин, а руководитель говорит, он говорит, напомни мне это, напомни мне это, сделай мне это. И тогда, если ты не продумаешь о деталях, то ты глобально потеряешь работу. Если ты не перепишешь, кого пригласить в наш аббат, обязательно кого-то забудешь. Если ты не будешь заниматься деталями, ты обязательно что-то забудешь. Я помню эту знаменитую вещь, что здесь иудаизм, он полностью пропитан маленькими деталями. И одна женщина спрашивает раввин, она говорит, уважаемый раввин, почему в иудаизме так много мелочей? Почему такое внимание уделяется мелочам? Ведь иудаизм это что-то глобальное, большое, это Бог и все остальное. Почему нужно уделять внимание мелочей? Потом она ему, он пишет ей через какую-то вещь, я же вам ответил на ваш вопрос. Говорит, а, вы не получили письма? А, наверное, забыл одну маленькую деталь. Я забыл поставить в имейл или точку. Да, имейл не пришел. Одна маленькая деталь и может нарушить все. Поэтому наша недельная глава говорит, это в ИКЛ ПКУД и читается вместе. С одной стороны, о том, что нужно уметь спускаться до мелочей, а с другой стороны, что нужно оставаться при этом руководителем, который должен думать глобально. И мелочи можно собрать людей, можно собрать, надо сказать, ты продумал об этих мелочах? Ты не должен знать, как устроен гвоздь и молоток, ты не должен знать, как устроен это вот. Ты должен знать, что должен быть что-то, чтобы прибить. Чем будут прибивать? Отверткой? Как? Но ты должен подумать об этой части или кто-то тебе должен помочь подумать. И если ты не можешь спуститься, ты никогда не спустишься. Я видел очень много умных людей. Казалось, талантливых людей, которые могут там всю ночь учиться, могут всю ночь что-то делать. Но когда касается руководства и касается движения, и касается общественной деятельности, они абсолютно ноль почти. Почему? Потому что они не могут спуститься до частных вещей, до частности. Это должен быть определенный план и определенная задача. Поэтому дай бог, чтобы мы могли быть на высоте, это очень важно, думать глобально. Кстати, очень интересная вещь, что тут двояка. Это в одну и во вторую сторону. Один из советов, который давал Рэбе, когда человек не мог двигаться в духовном направлении, не мог подниматься, ему было тяжело. Рэбе говорит, сделайте больше квартиру, купите больше дом, больше квартиру, чтобы расширение и трахвуд. И трахвуд, это говорится так, на иврите это расширение. Чтобы думать глобально, нужно выйти из стесненных обстоятельств. Человек, который из стесненных обстоятельств, он не может думать глобально, он не может думать о больших вещах. Человеку, которому он получает определенное количество денег, ему нужно купить и то, и то, и то, он не может, он будет думать, где сэкономить, он будет думать о деталях и все. Очень часто, когда мы покупаем билет или планируем поездку, мы так уходим в мелочи, что мы не можем понять, что эти мелочи того не стоят, что иногда стоит отдать еще немножко денег, еще 10 долларов для того, чтобы освободить себе час времени. Я вспоминаю себя в Павлодаре, когда только начинал, да, что нужно было как бы там немножко экономить и нужно было там ездить от места до места для того, чтобы сэкономить, чтобы был бюджет там правильный, да, и это занимало кучу времени. И если человек будет заниматься только маленькими вещами и деталями, он не сможет думать глобально. В Павлодаре была небольшая квартира, то есть она была трехкомнатная квартира, мы ее купили там, вы смеяться, за 2400 долларов для себя, я купил квартиру. И когда я находился в этой квартире, там была кухня 2,5-4 метра, квадратная кухня, да, там маленькая квартира. И каждый раз, когда мы что-то должны были купить, мы думали, а поместится ли это в эту квартиру или нет, а что нужно купить, чтобы это поместилось в квартиру, и так далее, и так далее. Ты запутываешься в мелочах и не можешь думать глобально. То есть мы видим две вещи, с одной стороны, если ты не будешь думать о мелочах, то ты не сможешь думать глобально. С другой стороны, если ты не сможешь, будешь думать только о мелочах, ты не сможешь думать вообще глобально. Да, то есть это двоякая, двоякая такая путь. Это ни туда, ни сюда, не перегнуть палку, да. С одной стороны, ты должен понимать детали, а с другой стороны, не зацикливаться на детали. Потому что человек, который будет зацикливаться на магазине, еще магазин на детали, на детали, на детали, и не будет задумываться, для чего он это делает, он никогда это не сделает. Когда он не будет видеть идеи. И поэтому иногда стесненные обстоятельства, нехватка каких-то средств или тяжелая жизнь или еще что-то приводит нас в какие-то ограниченные рамки, что мы теряем кучу времени. Мы видим, как иногда в Израиле какой-то русский пенсионер, который приехал, русскоязычный пенсионер, который приехал, он ездит с одного магазина во второй, с третьего магазина во третий, для того, чтобы сэкономить там, сэкономить там, сэкономить там. И вся его жизнь расходуется на деталях, потому что он не может уже думать глобально, потому что детали стесняют его. Поэтому дай Бог, чтобы Всевышний дал каждому из нас огромнейших заработок. И мы не думали о деталях, мы не задумывались так о деталях, нам не надо было жить в деталях. Но мы могли спускаться на деталях, даже когда мы зарабатывали миллионы. Чтобы все организовать и сделать, надо иногда уметь спуститься и подумать о деталях. И для того, чтобы подняться на большой уровень, надо думать иногда глобально, а не думать о деталях. Человек иногда не может думать о глобальных вещах, и он начинает думать о деталях. Я вспоминаю историю, которую рассказывал Ребе, я слышал это тоже на другом уроке. История такова, что был один еврей, о котором я рассказывал, по-моему, он очень сильно страдал. Страдал, у него по жизни был шлемазл такой, и у него еще на спине было что-то, что-то раздражение. Он среди него должен был, в самый неподходящий момент он начинал чесаться и все. И вот его сильно пожалели сверху, ангелу просили у Всевышнего, чтобы он дал смилительство на нем. И поэтому Всевышний сказал, пусть ангелы спросят его. Я выполнил любое его желание, любое, только одно. И тогда, когда ангела спросили, он не знал, что сказать, ему надо и то, и то, и то, и то, и то, и то. И в этот момент ему так зачесалась спина, ему больше ничего не хотелось, он думал только о этой спине. И он сказал, мне нужна вот такая палка, которая я смогу, такая чесалка, которую я смогу чесать сзади. И тогда все будет хорошо. Ему на данный момент это нужно. Он думает, настолько спустился в мелочь, что он не может думать, что он сейчас может получить глобальную вещь. А не думать о каком-то то, что ему сейчас зудит. Рыба при этом очень сильно смеялся, когда рассказывал. Он думает о какой-то детальке маленькой, вместо того, чтобы подумать о глобальной вещи. Потому что эта деталь сейчас ему чешет, сейчас ему не дает жизнь. Потому что он полностью не погряз. Поэтому дай Бог, чтобы мы были богатые. Дай Бог, чтобы эти месяцы о дар принесли богатство. И понятно, чтобы принесли мир на территорию Украины. И чтобы никто не пострадал там. Не страдали люди. Не страдали мирные люди. И чтобы те злодеи, которые замышляют, чтобы там такое получилось, чтобы они были наказаны Всевышним. Спасибо. Спасибо.